Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Дельная и Грысев. Второй час мы в эфире и переходим к нашим следующим темам. Ну, все именно так. Итак, у нас уже в гостях Дмитрий Шиляев, директор Центра современного искусства «Галерея Прогресса». У нас заявленная тема по поводу облика нашего города. Слушайте, у нас на сайте www.hackero.ru есть опрос для вас. Киров станет симпатичнее. С вашей точки зрения, что должно произойти, чтобы город стал симпатичнее? Как-то вот, в общем, красивее. Дима, к тебе вопрос. Надо, чтобы приехали люди, которые имеют в этом опыте. Не только теория, которые уже на практике что-то сделали. И люди, которые получили признание на российском, допустим, уровне... Ну, то есть у нас таких людей нет, которые могут и как-то изменить толчок, дать? Такого уровня нет на сегодняшний день. Есть, были и талантливые люди, которые уехали туда же в Москву. Эти ребята, которые приедут, они достаточно взрослые. Они занимались этим всю жизнь, с детства. Один из них, это Аркен Кагаров. Это один из лучших графических дизайнеров всей Руси. И... Ну, давайте мы поясним, да, кто приедет, в связи с чем приедет, когда и в рамках какого мероприятия. Направление дизайна, это будет промышленный дизайн, это будет одна из главных тем, для меня, которая меня беспокоит, это брендирование региона. Ну, то есть мероприятие называется дизайн выходные. Дизайн выходные, да, это федеральный общественный образовательный проект, который... Вход абсолютно бесплатный. Кто это организует? Эти специалисты, они ездят, получается, по регионам и выбрали и наш Киров тоже? Или как? Мы с ними дружим. Или это ваша заслуга, то, что вы их пригласили? Мы с ними дружим. С прошлого года в том году была первая, как бы, наша связь. То есть они приехали с лекциями, поделились. Это было два дня, суббота, воскресенье. И в этом году мы решили, конечно же, продолжить, потому что, если с чего-то начинать, нужно начинать изменять эстетику. То есть сделать никогда не поздно. Главное, чтобы не пришлось переделывать раз по семь. Еще разок, кто приедет? То есть вот я смотрю, на самом деле представитель... Артем Кагаров, это арт-директор студии Артемия Лебедева, уважаемая во всей нашей прекрасной родине дизайн-студия, которые работают во всех направлениях, и они умеют обучать, умеют делиться опытом и знанием. Очень важно, чтобы это происходило в живом, прямом эфире, не в интернете. В интернете можно найти только своего героя. А чтобы понять, о чем он думает, получить у него передачу, это нужно видеть его вживую и общаться с ним. Ну вот я смотрю, у вас на сайте написано, в качестве лекторов приглашены специалисты лучших российских компаний в области дизайна, а также основатели и руководители успешных медиаресурсов, таких как Яндекс, Афиша, Рамблер. То есть кто еще? Ну вот приедет еще Святослав Муранов. Это человек, которого я уже полгода как раз переписывал с Вячеславом Прадзинским, который куратор этого направления по всей стране. Тема у него, он специалист по урбанистике и специалист по брендированию регионов. То есть социальная часть, экономика и культурная часть, они взаимосвязаны. Особенно остро это видно сейчас. Поэтому как нам обратить внимание на свой регион, какие механизмы для этого использовать. Вот он расскажет свой личный опыт, как он реализовывал подобные проекты в других городах и расскажет нам, на что стоит обратить внимание. Еще кто? — Денис Башев — это один из лучших и мною уважаемых дизайнеров, графических дизайнеров, который будет рассказывать про графический дизайн. Тема называется очень смешно. Самое интересное, что, понимаете, в наших институтах такого не преподают. И есть определенная программа. — Это практики, это люди, которые сделали много и сейчас находятся, ну, так можно сказать, на волне времени в тренде. — Они необходимы нашему обществу, потому что если мы хотим улучшить качество жизни, нужно начинать поменять эстетику дизайна. — Вот должна озвучиться еще у всех лекторов. Кто еще? — Денис Башев, Аркен Кагаров, потом Святослав Муранов. И там, значит, имена не помню, будет тема веб-дизайн. — Там темы какие? Промышленный дизайн, то есть графический дизайн, брендирование регионов, я сказал, и еще будет веб-дизайн. То есть это приложение в интернете, которое очень важно Кирову понять сейчас в следующий момент. То есть это важно экономически. То есть переходом федеральных брендов наши предприниматели бизнеса будут вынуждены менять уровень и логистику своего дизайна. Иначе они перестанут быть заметными, а если они перестанут быть заметными, они перестанут быть эффективными. — Не кажется ли, что настолько здесь люди уже привыкли делать как-то по старинке, что перестроиться на новое? Здесь не хватит просто дизайна родных. — Света, на самом деле, работая с искусством в нашем городе и регионе, я понял, что единственная мотивация — это вызов. Дизайн-уикенд для города — это вызов для местных дизайнеров. Это вызов для студентов, которые учатся и думают, что они чего-то достигли. Это вызов для наших уважаемых дизайнеров, скажем так, друзей. Потому что на прошлый дизайн-уикенд пришли и сказали, ну, чему тут учиться как бы? А потом они выходили, жали руку и благодарили нас. Это люди, которые работают, я не буду называть их фамилии, которые работают в нашем городе и делают важные проекты. Они реально, которые работают на крупной корпорации. Они шли с сомнением, но вышли оттуда с большими глазами, жали руку и сказали, что вы нам сделали очень большую помощь. — Как думаете, кто придет на это мероприятие? Те дизайнеры, которые сидят дома и работают по удаленке или что-то делают, ну, такое вот, что не сказывается никак на облике нашего города? Или же все-таки те люди, которые непосредственно создают что-то, то, что видим мы? — Ну, вот смотрите, то есть у нас было в том году 300 стульев, они были все заняты. В другую половину зала, 70%, люди стояли на ногах. Они стояли два дня, стояли на ногах. Это было 500-600 человек каждый день. Ну, то есть они приходили, выходили. И это было не просто праздно шатающиеся люди, это люди, которые учатся у нас в институтах, которые будут менять, ну, вообще будут менять культуру, экономику и социальную среду во всех направлениях в ближайшем будущем. Это случится в течение полугода. И мы уже будем готовы. Вот дизайн-викенд для этого, он повышает уровень и качество дизайна. И связи с представителями российского дизайна сообщества, которые намного впереди и лучше нас. Но они этим не кичатся. Они вот как все, что они знают и есть, они с легкостью делятся и рассказывают, как нам будет лучше. — После этого конкретно что может измениться в облике города? Что? — Ну, вот на обычном примере я еще раз говорю, что вот, смотрите, пришли федеральные бренды, значит, у них эстетика и дизайн гораздо лучше, и логистика, и маркетинг лучше, да. Наши местные дизайнеры могут сделать, благодаря дизайн-викенду, дизайн в разы дешевле, потому что в Москве и в Питере это стоит для нашего города нереальных денег. Дизайнеры, которые научатся этому, они будут делать дизайн здесь и на уровне московском, ну, хотя бы приближенном. То есть экономия средств для наших предпринимателей, которые нам необходимы для города и области, которые платят налоги и которым мы тоже заинтересованы, чтобы они были, чтобы была какая-то деятельность. — Ну, просто дизайн — это еще такое обсекаемое понятие конкретно, что у нас вывески поменяются, реклама изменится. Что? — На самом деле в городе ужасная ситуация с вывесками, ужасное качество дизайна. И очень хотелось бы, чтобы в городе появилось какое-то ответственное лицо, которое бы говорило, ну, вот, или лучше, чтобы это было сообщество из уважаемых людей, которые бы говорили, что эту вывеску здесь можно повесить с этим дизайном. Раньше такое было. Почему сейчас нет? Я уже это озвучил. — То есть это какой-то совет нужно создавать? — Вы же знаете, что, к примеру, чаще всего эта ситуация складывается не от того, что дизайнер что-то плохо сделал, а из-за того, что заказчику не понравилось вот это видение дизайнера. И он сказал, давайте сделаем что-то зеленое и красное. — Да, дизайнер говорит, вот вы знаете, вот это в тренде, вот так хорошо, так красиво, так стильно. А заказчик говорит, да зачем? Давайте мы там два цвета, там еще подсветочку, ну, как бы не принимая новой идеи абсолютно. — Глубокое понимание, может быть, да, и заказчиков тогда учить предприниматель. — Вот мы приглашаем представителей администрации города, области, и у них даже вот у ребят, которые приедут дизайн-укент, у них как раз и про Денский это озвучивал. — Мы готовы выйти на прямой контакт с администрацией вашего города и области и сделать специальную лекцию для них. То есть на что стоит обратить внимание, какими инструментами нужно пользоваться. Немножко я с вами не согласен. И я отчасти согласен, что вопросы есть к заказчику, конечно же, но есть вопросы и к дизайнеру. То есть нам нужно поднять уровень дизайнера, создать официальный дизайн сообщества в городе, который бы согласовывал, допустим, эту рекламу. Потому что, на представьте, архитектор учился всю жизнь, создал прекрасные здания в нашем городе, особенно центр города. Люди ходят, поднимают головы, которые сюда приезжают, и в этом что-то поднимают, и говорят, у вас очень красивое здание. И тут какая-то залипон ужасного вида, с ужасным изображением. Я считаю, что это нужно прекращать. И нужно начинать не только с дизайнеров. Нужно начинать общаться, выходить с представителями власти, с представителями, я не знаю. Но только так можно поменять. Потому что мы изменить, мы, да, можем поднять уровень дизайна. Но запретить вешать это мы не можем. На сегодняшний день отсутствует орган, который согласовывает дизайн. И мне неприятно, ужасно видеть, которые висят вывески. Хотя я сам директор, собственно, рекламного агентства. Я готов принять ошибки и их исключить, и изменить. Я готов. Ну, кстати, что касается властей, говорили не единожды про уличную рекламу в этой студии. В том числе, когда новые были требования по поводу билбордов. Ну, вот этого тема. И тогда я задавал вопросы. Ну, там хорошо, там были какие-то технические моменты. Какое должно быть расстояние от дороги, там еще что-то. Я спрашивала, а что касаемо дизайна? Вот есть какие-то нормативы? Все разводили руками, говорили нет. Я еще раз говорю, что всегда это должно быть сообщество людей. То есть садиться за круглый стол. И вот есть градостроительный совет? Не знаю, сейчас, по-моему, тоже есть. Я знаком с Павлом Константином Геннадьевичем Павловым. Он для меня уважаемый архитектор. Они согласовывают то, что касается строительства домов новых изданий. Почему нет главного дизайнера города, который имеет образование, практику и понимает в современном дизайне? Мне непонятно. Мне кажется, сейчас очень важно и необходимо, если меняем эстетику города, логистику, должен быть главный дизайнер. Человек, который отвечает за согласование вывесок, он такой был. Я сам лично к нему обращался и ходил. Почему его сейчас в городе нет, мне непонятно. Я считаю, что нужно его вернуть, поднять уровень дизайнеров, и тогда появятся определенные схемы. Но, опять же, я не понимаю процедуру, как это будет осуществляться, как этот человек будет работать. Мы в рыночных отношениях с вами существуем. Если какой спрос, соответственно, если, предположим, мне нужна реклама, я заказываю уличную рекламу, я диктую то, что я хочу видеть. Если будет такой специалист, он скажет, нет, вы знаете, мне не нравится. Это утопичный немножко взгляд. Во всем мире есть рекламное агентство, есть заказчик. Просто пытаясь понять, как работа будет осуществляться. Нет, мы делаем дизайн, согласуем с заказчиком, мы берем этот листочек, относим к городской администрации, где есть уполномоченное лицо, узкопрофильный специалист, официально назначенный. И он с комиссией людей, с архитектором, с художником и с дизайнером, у которого есть образование, решают, что изменить в этой вывеске, чтобы она гармонично смотрелась на здание, а не кричала в разные стороны, если здание, допустим, у нас в основном желтое, и вешать туда красно-черные рекламы. Вы же понимаете, что тогда нужно каким-то образом в правилах благоустройства тоже прописать. Конечно. Вот Артемий Лебедев сделал номера домов и вывески, стандарты вывесок для всей Москвы. Вот это очень круто. Они снимут вот эти уродливые вывески, которые в Москве висят, которые не вписываются в среду самого здания, они его нарушают, они лишают его гармоничного облика. А это же очень важно для... Вот начали ремонтировать дороги в нашем городе, настроение становится лучше. Надо заняться зданиями. То есть я для примера могу вам сказать, что если хотели улучшить состояние среды в сознании человека, то меняли архитектуру в XVI веке. Этот способ известен, в принципе, всем. Для того, чтобы улучшить комфорт, нам нужно сделать город комфортный для проживания. На сегодняшний день это очень актуально. Для того, чтобы его сделать, нужно навести порядок в социальной сфере. Одна из них — это улучшение качества дизайна городской среды. — Ну а есть, в принципе, уже сейчас люди, которые могли бы войти в этот, как вы говорите, некий совет, дизайнеры какие-то? — Конечно же есть. Я не буду называть фамилии, но есть взрослые, интеллигентнейшие, обученные люди, которые могут войти, устраиваться же конкурсы на конкурсной основе. Не знаю, как этот будет механизм. Допустим, мог бы быть озвучен во власти, но люди есть. — Кто должен сделать первый шаг? Вот это сообщество дизайнеров, да, или сами власти к ним прийти и сказать, ребята... — С ними, кстати, диалог вывели, не кавить уже. — Что должно произойти? — Было совещание властной администрации, там тема была другая, там собирались гражданские общества, и я там озвучивал этот момент, важный для нас тоже, и ответ тишина пока. То есть надо делать официальный запрос, через кого это делать, в этом нужно разбираться. Вот приедут как бы москвичи, я узнаю, как Артемий Лебедев решал этот вопрос в Москве. Ну, примерно механизм понятен, и почему ребята как бы тоже ездят совершенно, как бы вот так делятся. Но мы их привозим за свой счет, как бы, да, проезд, ну, они ведь стоят денег. Один из дизайнеров написал пост, там девочка говорит, ух, как я смогу прийти в два часа, как бы, а он пишет, что надо писать, а другая пишет, а сколько стоит вход? Вот, я говорю, бесплатно. А дизайнер внизу подписывает, надо писать вход бесценен. То есть Артем Кагаров, это, ну, бесценный просто человек, удивительный, который может нас просто из 19 века, вот я видел наши, как бы, у нас была выставка, допустим, дизайну книги. И там висели, как бы, работы наших дизайнеров и работы дизайнеров из Екатеринбурга. Наши дизайнеры в конце 19 века, екатеринбургский дизайнеры в начале 21 века. Это ведь не то, что кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то на первом или на третьем месте. Просто у кого-то дизайн продает, а у кого-то дизайн не продает. Мы заговорили про диалог с властью, все равно же вам приходится контактировать. Отклик вот от кого вы видите, кто все-таки идет навстречу и понимает, о чем вы говорите? Ну, вот, то есть вот эту тему открыто, на самом деле, я еще не поднимал. Ну, во власти есть абсолютно правильные, честные люди, и можно общаться, вести диалог сегодня с властью. С бизнесом, как бы, сложнее. Вот мой опыт, как бы, в плане культуры и искусства показывает, что с бизнесом сложнее. Но сейчас чуть-чуть получается, как бы, с властью можно общаться, можно вести диалог, и можно получать какие-то, ну, как бы, средства иногда на приведение софинансирования мероприятий. И нужны первые лица, нужно встречаться с первыми лицами городской администрации, поднимать им вопрос прямо глядя в лицо. Почему нет? Ну, объясните. Делаете это? Нет, ну, вот, как бы, я говорю, что то, что мы делаем, мы делаем второй год дизайн-укенд. Вот для этого. То есть мы скажем, ребята, вот мы повысили качество дизайна. Теперь шаг власти. Сделайте какие-то нормативы. Я, директор рекламного агентства, я согласен с тем, что, как бы, убрали такое большое количество наружной рекламы. Она мешает городской среде. Должно быть остаться меньше, как бы. Я согласен, я с этим не спорю. Но вот нужно обратить внимание и на здания наши прекрасные, которые уродуются сегодняшний день вывесками некачественно сделанную и непрофессиональную и нарушающую эстетику облик нашего города. Это очень важно. Очень важно. С этим нужно как-то, я говорю, что нужно встречаться с первыми лицами и разговаривать по этому поводу. Ну, вот на дизайн выходные, может быть, их как-то персонально пригласить? Не так через эфир, как мы сейчас вот озвучиваем проблемы, приходите, кто хотите. А вот конкретно вы понимаете, что от этого человека зависит решение в дальнейшем, как действовать, как жить. Его, ну, то есть позаботиться, чтобы он пришел. Понимаете, Света, просто ведь то, что мы сейчас о тебе говорим, это для нашего города абсолютно как бы информация с опережением. И никто не требует и не топает ногами в этом отношении. Вот мы озвучили проблему. А может, надо потопать? Нет, ну, я сторонник того, что отклик есть, и сейчас время не топать, а как бы обозначит проблему и заняться ее решением. Топать может, знаете, топают и так, без нас. Надо ее решать. То есть есть проблема, мы со своими уровнями как бы сделали. Теперь надо встречаться, вести диалог с властью, какой ты должен на них ответ. Он может длиться просто очень долго. Если появится заинтересованное какое-то лицо, как бы, которое ускорит эти юридические процедуры законодательные, будет прекрасно. Дизайн-входные начинаются уже завтра? Они начинаются завтра, приезжает Аркен Кагаров, будет с двух часов читать. Вот инотермная лекция, кстати, очень интересная сейчас. Вот это дизайн-входные, получается, что у нас завтра, 16-го числа, 17-го и 18-го, в течение трех дней. У него называется тема «Правила композиции всего на свете». То есть «Правила композиции всего на свете». Вот как раз о чем я сейчас разговаривал, об этом и будет вести с диалогом. В остальные дни со скольких? С часу и до последнего вечера. Там у нас все переходит в ночь музеев, как бы и в ночь тоже. У нас сейчас мы об этом тоже поговорим. Еще разочек озвучим, что прийти на дизайн-входные, послушать этих мастеров дел дизайнерских, можно абсолютно бесплатно. Бесплатно, три дня. То есть вы сейчас вот слышите, вас тема заинтересовала, можно приходить, я с удовольствием приду тоже. Ну что, и ночь музеев у нас, не можем мы тоже об этом не поговорить. Прекрасное мероприятие, неустанно я говорю об этом. В этом году чем нас будете радовать? Вот тоже будет дизайн-укенд, это будет с 12 до 19, до 8 даже, да? У нас будет читать лекцию тот же Денис Басов, один из уважаемых графических дизайнеров тоже. И потом начинаются прекрасные художники, выставка, коих идет сейчас у нас галерея. Давайте озвучим, напомним, что сейчас. Арт-ниоп, искусство неопределенности, это два брата-близнеца, которым по 80 лет, и один ученый, конструктор, второй заслуженный художник. У обоих регалий, но очень веселые, радостные и умные люди. Один из них, Виктор Дорофеев, будет рисовать портреты прекрасных посетительниц. Вот энергии у него очень много, любая посетительница может прийти, и он нарисует ее портрет. После этого экскурсия по нашему музею современного искусства, где представлены работы иностранных художников и библиотека художников великих русских, которые уже признаны в мире. И экскурсия по музею рок-н-ролла нашему, где есть экспозиция интересная. Экскурсия по выставке Лаавайи, это путешествие Захара Сашина в Китай, и интересные снимки. Но его надо слушать, потому что он интересно много рассказывает о Китае и о культуре. И закончится все танцами, это будет хаос-музыка, это объединение юности, будут радовать нас хаос-треками в течение четырех часов. Вот тут у нас недавно был Павел Николаевич Сырцев, глава департамента культуры. Мы с ним тоже говорили про ночь музеев, и он рассказал в других музеях, со скольких и до скольких двери будут открыты. Вот интересно, что у вас вы работаете дольше всех, поэтому можно пройтись везде, все посмотреть, а потом прийти к вам, потому что у вас до двух ночи будет. Да, у нас двенадцати, в том году приходили люди, постоянно какое-то среднее количество, а потом, когда закрылся выставочный зал, у нас в зале было не пройти. Да, я помню, что тоже последнее место, куда я заглянула, были вы, и захожу, а там Никита Юрьевич Белых пришел. Ну, то есть это к тому, что первые лица нашего города, в общем-то, тоже ходят в ночь музеев, по музеям, и вот так вот все вместе можно сходить, посмотреть на те экспозиции, которые сейчас действуют. Да, это прекрасно. Ну, это что касается ночи музеев, да, я, насколько понимаю, что с сегодняшнего дня еще ежегодный фестиваль современного театра стартует. У нас, да. Вот, может быть, о нем еще пояснили, рассказали, что это такое. Ну, начали мы этот проект в том году, у Бориса Павловича было несколько спектаклей в мае, я говорю, Борис, давай сделаем фестиваль современного театра. В Москве есть, и это для меня вот особый праздник, это как в детстве елка, вот, и в этом году мы его продолжаем, там будет несколько проектов на разные темы, там будет, и, значит, объединение харизма с руководителем Алексеем Хорем, которым будет рассказывать, будет спектакль по блокаду Ленинграда, будет актуальная тема старитейлинга на сегодняшний день, это будет Алексей Красный рассказывать, ну, как бы, про сказки, это будет диалог со зрителем, и люди могут через это, как бы, решать какие-то вопросы внутри, и дети, и взрослые, и психологические, скажем так. Это будет драм-лаборатория с Достоевским по братьям Карамазовым, это будет наивно супер в исполнении Красного, Алексея тоже, как бы, актера театра на Спасской, вот. Ну, такая долгоиграющая история, прямо до конца месяца. Она будет идти в течение месяца, начало сегодня, и последний спектакль 31 числа. А сегодня уже что будет, что можно увидеть? А сегодня будет читка детских, ну, как бы, называемых полудетских пьес. 19 часов ночи. Это наши местные, как бы, скажем так, писатели, которые написали... Маша Бутева будет. Да, Маша Бутева будет. Будет читать драм-лабораторию полудетские рассказы. Вот так вот, столько мероприятий, где нужно успеть, в том числе, постарайтесь успеть зайти и на наши мероприятия уже в это воскресенье, 18 мая, в парке Аполло, в 12 часов, право на творчество, дети, которые в течение двух месяцев, точнее, месяца чуть побольше, учились фотографировать, ловили лучшие кадры в рамках нашего проекта право на творчество, покажут то, что у них получилось. Напомню, что мы работали с детьми из детских домов, это 5 детских домов, около 50 детей учили их фотографировать, и вот это мероприятие, это будет завершающее этот проект, выставка, значит, фотографии детей. В 12 часов начало мероприятия, будут различные мастер-классы для детей, очень много всего, я уверена, что детям будет интересно. Мы привезем и детей из детских домов, много других детей тоже будут, и слушатели, лично вас я приглашаю, вас всей семьей с детьми, приходите, уверена, что вы хорошо приведете этот майский день. И в 15 часов у нас начнется концерт, на сцену выйдут коллективы нашего города, известные коллективы, которые решили тоже поддержать этот проект, сыграть для детей, для хорошего настроения, для доброго дела. В 15 часов концерта, в 12 мастер-классы и различные мероприятия для детей. Уверена, что будет интересно и маленьким детям, и подросткам тоже будет интересно, потому что будет брейк-данс, будет также и граффити, и много всего другого. Будет, вот как раз мы заговорили про Алексея Красного и их, как сказать, независимый театральный проект «Четыре», они правильно называются, от них будет спектакли. Ну, в общем, много-много-много всего, и в том числе и взрослым будет интересно. На сцену выйдут такие коллективы, рокобили банда «Шейкерс», сыграют несколько композиций, «Джаз Мансарт», «Крэгерс Бэнд», вокалистка Виктория Масленкова, ну и детей на сцене мы, конечно, тоже увидим. Поэтому, слушатели, приходите, давайте вместе, зазвучит музыка, зазвучит детский смех, и, в общем, все это нас объединит обязательно. Галерея «Прогресс» вместе с нами. Да, точно. 100% выходом. Дима, на чем играть будете? Это будет хэнк-драм, это изобретение последнее, перкуссионное, по форме напоминает летающую тарелку, он строит в тональности, ноты у него есть, можно играть с любым музыкальным инструментом, звучит, но не смогу я губами, к сожалению, изобразить. Ну что, у нас будет возможность посмотреть, молотого, это будет еще мастер-класс, то есть вы покажете, что с этой штукой можно делать. У нас будет, и не только по ней, я возьму с собой, я же, на самом деле, музыкант, барабанщик, то есть я возьму африканский барабан, я возьму арабский барабан, я возьму индийские барабаны табла, и, может быть, позову своего друга, который будет показывать, как играть на бонгах, и закончится вот все хэнк-драм, это вот последний перкуссионный инструмент, который был изобретен в конце 20-го века. Вот так вот, прекрасно, так что слушатели, 12 часов и 15 часов начала концерта, кстати, у нас сегодня 7-го-то было дизайна, в этом проекте я работала с вашим дизайнером, вот у вас хороший дизайнер. Прекрасный, да. Все оформление, которое он сделал, я довольна очень-очень. То, что вы сделаете сейчас в парке Аполло, это ведь тоже дизайн. Это тоже дизайн, я согласна, да. То есть нужно, и вот если мы хотим достичь как бы истины, как бы какой-то, да, надо начинать с красоты. Без этого, ну, делать что-то бесполезное, нужно понять, как сделать, чтобы было красиво. И это не говорит о том, что нарисовать. Нарисовать можно вот и праздник, который вы делаете. И это меняет, это маленькие шаги, но это путь к успеху, это точно. Пусть окружает нас красота. Спасибо большое, что сегодня были с нами. Спасибо вам. Реклама у нас. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» Кирове. Светлана Удельный-Грысев, Роман Веселков уже пришел. Здравствуйте. Спонсор викторины – завод «Вятич». История создания. Еще раз здравствуйте, добрый день. Это познавательная викторина «История создания». Сегодня мы рассказываем вам об интересных исторических фактах из жизни нашего города, о домах, улицах, садах, скверах, о людях, о тех местах, которые окутаны тайнами олены истории. Сегодня я загадаю вам всем известное здание, причем буду больше говорить не о самом здании, а о человеке, который способствовал возникновению этого здания. Итак, ваша задача понять, о каком здании пойдет речь, и позвонить в студию по телефону 708-502-708-502. И тот, кто первым даст правильный ответ, получит подарок настоящему гурману-любителю дружеских посиделок в комфорте и уюте, знатоку культуры питья. Это сертификат на сумму 1000 рублей, либо в ресторан «Райком», либо в «Вятский дворик», так это называется. В этих заведениях вы сможете отведать свежайший разлив нового пшеничного, кстати, сорта. Буквально на днях я заглянул, проверил, действительно присутствует. Этот сорт произведен всем известным заводом «Вятич», которому в этом году исполнилось 111 лет. Кроме того, вы можете отведать традиционную русскую и европейскую кухню, ну и просто хорошо провести время с друзьями и близкими в тенечке. Сейчас вот в эту уже предлетнюю жару это очень важно. Итак, здание. Здание, конечно, заслуживает особого внимания, точнее, то, что расположено внутри этого здания. А расположена там целая, ну, кладезь, я бы сказал, коллекция, весомый вклад вятских и не только великих людей в историю нашего города и вообще России. Да какой там России, боже мой, всей планеты нашей, искусства. Я не буду долго загадывать, просто обращу ваше внимание, что один из основателей этого здания, один из подвижников – это известный художник. Вот, Светлана, Игорь, каких вятских художников вы знаете? Ну, вот так на поверхности, естественно. Ну, видишь, сегодня же день для такой прям благодати. 15 мая Викторий Михайлович Воснецов. Конечно, Воснецовы знают все. Но есть ведь еще такой замечательный Аркадий Рылов. Рылова вы помните такого художника? А я вот знаю одного Дениса Князева. Да, спасибо, но немножко не туда. Так вот, о Рылове. Рылов, как относится к вятке? Ну, вообще, он родился, конечно, в село Истабенское, родом он оттуда. Правда, родился, давайте так, точнее. Он родился, когда, пока родители ехали в вятку, то есть где-то между Истабенским и вяткой. И основная часть его картин как раз посвящена природе вятки. Рылов вообще верный ученик великого Куинджи. А Куинджи я очень люблю. Вообще, почему я начал историю? Я хотел немножко рассказать о том, что Куинджи есть на вятке. Так вот, Куинджи, как педагог и как великий художник, очень во многом повлиял на нашего вятского Рылова. Если вы знаете, Куинджи выставлен не только в Третьяковке. Его замечательные картины «Березовая роща» и «Ночь на Днепре» отличаются удивительной цветочувствительностью, какой-то игрой теней и так далее. Куинджи, наверное, находится в топе, как нынче модно говорить. Слушай, а в твоем топе современных вятских художников кто? Современных вятских? Современных кто сегодня? Вот тут я не берусь сразу назвать все фамилии. Я, наверное, просто скажу, в частности, про Лену Авинову, поскольку это мой хороший друг. И я видел, как она работает. И это самое интересное – смотреть процесс, наблюдать и видеть результат. Это, наверное, один из немногих художников, процесс работы которого я видел. Кстати, сейчас Лена Авинова находится в Париже. Вот так. Да, и там сейчас делает наброски. Так вот, вернусь к Куинджи. Я просто хотела отметить Александр Демышев. Мне очень нравится. Невзирая на то, что человек такой немолодой, у него какой-то такой детский взгляд сохраняется. Он рисует иллюстрации к детским книжкам. И вообще все его работы, они какие-то такие воздушные, яркие. Мне очень нравится. У него очень сочная работа, я согласен. Очень сочная, да. И мало художников, которые так вот как-то более расположены именно к детскому творчеству. Детей все-таки надо воспитывать. Немного времени у меня, а мы еще так и не разгадали здание. Спасибо за этот диалог. Так вот, Рылов последователь Куинджи. И именно он был в числе основателя вятского художественного кружка, который положил начало образования и постройки, в том числе частично достройки нынешнего здания, которое я загадал. В этом здании сейчас находятся работы, я к стыду своему их недавно обнаружил, четыре маленьких работы того самого великого Куинджи. Маленькие, не такие большие, как березовый рощ в Третьяковке, а совсем малюсенькие. И рядом с ними находятся работы непосредственно Рылова. Кстати, одна из самых громких картин Рылова, это «Зеленый шум», частично написана в Вятке. Кроме того, одноименная картина, которая называется «На берегу Вятки», которая в Мюнхене получила золотую медаль, как раз тоже непосредственно относится к нашему вятскому краю. Я к чему? То, что незаслуженно, мне кажется, позабыли этого художники. Если вы хотите прикоснуться к творчеству Рылова и того самого Куинджи, приходите вот в это самое здание, которое я сегодня загадал. Если вы догадались, пожалуйста, позвоните по телефону 708-502, я с удовольствием вам отдам приз. У нас как раз звонок. Да, звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Александр меня зовут. Александр, очень приятно. Ну и что я загадал? Ну, я считаю, что это музей восьмцевых. Конечно, это Кировский областной художественный музей. Именно такие большие художники, как Рылов и учитель Куинджи, и так далее, и так далее. Сами братья Васнецовы поспособствовали возникновению на вятке места, где бы местные жители могли знакомиться с картинами. Именно они частично подарили и свои работы, и потом привлекали великих художников российских, также для того, чтобы они наполняли постепенно наш музей. И у меня убедительная просьба. Если вы давно не были в областном художественном музее, сходите. Там правда хорошо? А ночь музеев у нас есть, так что сходим бесплатно. А! Ко всему прочему еще. Все вместе. Я не буду иронизировать. Да, действительно, у кого будет возможность, приходите, посмотрите. Это действительно великая и большая история развития художественного искусства не только в нашей стране, а вообще в мире. И вятка непосредственно к этому имеет отношение. Александр, вы сейчас не кладите трубку. Наш редактор расскажет, как вы можете получить свой приз. Ну, а я напоминаю, что в этом году одному из старейших предприятий города, заводу Вятич, исполнилось 111 лет. Вятич стал тоже частью истории вятки, ну и, конечно же, Кирова. И вообще, это визитная карточка для гостей города. Именно основатель завода, немецкий технолог Карл Отто Шнейдер, привнес технологии высокого качества, немецкий стандарт производства, как, собственно, сейчас новый пшеничный сорт. И также повысилась культура употребления напитков через первые рестораны, именно построенные Карлом Отто Шнейдером. Александр, напоминаю, получает подарок настоящему гурману, любителю дружеских посиделок в комфорте и уюте, знатоку культуры питья. В рестораны райком «Авятский дворик» он может сегодня пойти, ну, на выбор. Хочу сказать сразу, сертификат на сумму 1000 рублей – это достойная награда. Это достаточно, для того, чтобы хорошо отобидать. А сейчас я просто проанонсирую, о чем я расскажу во вторник. А я, подожди, просто не хочу очень далеко отходить от нашего спонсора. Я хочу их поблагодарить, потому что это мероприятие, которое у нас будет 18 числа. Ром, кстати, придешь с дочкой? 18-го. Ты мало того, что придешь, ты еще и ведущим там будешь? Да, я чуть было, не возмутился, конечно же, приду. Я к этому и вела. Поэтому, слушайте, переходите вы. Наш спонсор любезно предоставил нам квас, лимонад. Так что в эту жаркую погоду весенним майским днем можно будет абсолютно бесплатно напиться квасу. Класс, большое спасибо Вячеславу за это. Я хочу сказать, что во вторник, уже через неделю, я расскажу вам о здании, которое видел сам великий поэт Жуковский. И это здание, история основателя этого здания связана, возможно, с творчеством Николая Васильевича Гоголя. Так что во вторник встретимся, обсудим. Точно так же в 12.30. Будьте с нами на Волне 101.0 FM. На этом наша программа подходит до конца. Светлана Удельная, Игрызев и Роман Веселков. Прощаемся мы с вами. Всего вам самого хорошего. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова